Старладдер ТВ С 17 по 20 апреля в Киев-Киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона Глобальной Лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи Лиги в Дота 2 ТВ для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SLTV и Beyond the Summit. Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители Лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда — 80 тысяч долларов. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров — 2,5 доллара. Смотри матчи в Дота 2 ТВ на пяти языках. Поддержи любимый турнир и команды. Стартовая сумма поддерживая нас, мы делаем хорошие работы купить тикеты. Хотите следить за нашим команде на Старладдер. Вы можете следить за моим команде через Старладдер по покупке Старладдер ТВ в Дота 2. Если вы купите тикеты, то цену увеличится, так что денег будет в моем доме. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой Старладдер ТВ. Напишем новую историю Дота 2 сцены вместе. А ты купил билеты на Старладдер? Покупай билет черепаху. Испорт Бэтс Ком. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. Испорт Бэтс Ком. Живой азарт и холодный расчет. Доброго почта. Вот. Теперь я что-то начал говорить без микрофона. Ничего страшного. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами наконец-то Каспер и наконец-то Старладдер ТВ. Мы начинаем смотреть очередной день европейского дивизиона. Да, первый матч сегодняшнего дня это Фнатик против МИТ Йоумейкерс. Надеюсь, нам покажут турнирную таблицу, например, чтобы мы понимали вообще в чем дело. Так. Где у нас Фнатики? Где у нас МИТ Йоумейкерс? И Фнатик у нас 3-3 статистика, а МИТ Йоумейкерс 3-3 статистика. Так что матч на самом деле не такой уж и плохой. Даже в плане, как мы видим, турнирного положения. Действительно, сейчас будут решаться многие вопросы. Альянсы мы видим пока у нас на первом месте. Но у них целых 11 матчей сыграно. В то время как у Империи сыграно 7 игр. И они без поражения пока идут 7-0, Альянс 8-3. Альянсам больше проигрывать не особо-то и нужно. Хотя, судя по успехам других команд, то там тоже все не слишком гладко идет. Ладно. Будем нырять, наверное, уже непосредственно в матч. Посмотрим на пика баны. Ликантроп, Никс Ассасин у команды Фнатик. И видим инвокер Даззль Слардар у МИТ Йоумейкерс. Ну вот он, Даззль Слардар. Тот самый... Да, кстати, вот по поводу Слардара. Пока у нас тут самое начало на правах рекламы. Хочу сказать, что... Заходите к нам в чат на Твич. Там как раз висит ссылочка с моим новым сетом на Слардара. Для этого нужно просто перейти, для того, чтобы мне помочь, сделать подарок на день рождения вчерашний. Перейти по ссылочке и лайкнуть сет. И желательно каждую шмуточку также отдельно. Там 5 вроде бы вещей или 4 в комплекте. Уже не помню вечно, забываю. И переходите, лайкайте. Вот такие вот дела. Так, сейчас мне еще раз буквально нужна заглушечка. Я позвоню моему товарищу, с которым мы будем сегодня работать вместе. Как раз можно показать матчи, которые мы будем с вами сегодня смотреть. Да, вот они. Вот они у вас как раз сейчас на экране. А я вот... Пип. Ох уж этот... Скайп. Рустам. Алло, алло. Привет. Алло, алло. Здорово. Как она? Отличненько. Я вот как раз показываю, какие у нас сейчас матчи. Тут будут... У нас сегодня узбогаительный день. День релаксов? Да, да, да. У нас Sigma Relax, следующий матч, потом Mitty Makers Relax. А дальше Insane против бывших Cliff, они сейчас Aware называются. Как вообще, рассказывай, твое ничего. Нормально, проснулся 15 минут назад. О, красава. Да, что-то в Синкоре у меня уморило немножко страх. Потому что я вынужден был отрубиться. Прям вынужден тебя, Корея вынудила. Прям вынудила, вот честно. Только транслятор закончил, все сразу на боковой. Это мне напоминает тоже один из ней рабочих. Я пришел домой, не помню уже, то ли Китай стримил, то ли еще что-то. Кажется, Китай, это было тоже утром. В обед прихожу, думаю, ну, сейчас полежу, посмотрю немного стримчанского по Хардстоуну. Там Трамп как раз стримил, или не помню, или Крепаря, но суть не в этом. Ложусь, такой, о, что-то так хорошенько расслабился. И только глаза закрываю, открываю, прошло 2,5 часа. Думаю, нормально, таки марнул. Бывает, бывает, да. Эти, конечно, дневные утренние стримы, точнее, Корея или Китай, это что-то такое. Да, это, ладно, если ты постоянно этим занимаешься, да, вот, например, как Виктор у нас постоянно Америку комментирует, то есть он уже более или менее там вошел в режим, но в повседневной жизни этот режим не особо хорошо используется. Да, он у нас был уже корейцем, он был у нас китайцем, теперь он у нас американец. Ну, я тоже был китайцем недели две, наверное, или три даже. Потому что я почти весь китайский дивизион откомментировал. Ну что, какие у тебя прогнозы на игру? Митимейкерс против Фнатик. Да, прогнозы тут такие неутешительные для мим, однозначно. Ну, я думаю, все-таки Фнатики должны будут побеждать своих оппонентов. Ну, просто я помню, я с Дрим Лиги смотрел два кросс-матча, там и Робин Раундс, они играли дважды. Ну, и оба раза как-то мимы вообще ничего против Фнатика показать не смогли. На моей памяти такие игры были, так что не знаю. Мне кажется, Фнатики в качестве фаворитов в этом первом матче. Ну, я думаю, многие считают Фнатиков фаворитами в этой встрече. Но в Митимейкерс нельзя, скажем, списывать со счетов окончательно. Да, нельзя им говорить про них, что они вообще ни на что не способны. Они там периодически выстреливают. Посмотрим, в этот раз получится или нет. Вот это самое-самое важное. Потому что Фнатики тоже должны понимать, что эти ребята не с луны свалились к нам в старт-серию. Действительно прошли в нее. Да, всю про серию они прошли. Молодцы, от начала до конца. Ну и, кстати, они в нашем Power Rackers по топ-20. Ну, между прочим, да. Хотя, мне кажется, это просто за неимением других более стабильных коллективов, скажем так. Потому что Митимейкерс, они вроде и не суперсильные, но они хотя бы стабильно играют. И время от времени, да, получается у них там даже кого-то победить. Ну, тут у нас сейчас ласт пик Акс нарисовался. Серьезно, правда, я бы не сказал, что этот пик, точнее, поможет им как-то отпушивать Фнатиков. Как-то вот я все смотрю, и печально будет, что Фнатики к пятерам соберутся и начнут просто давить-то в рак. Ну, в плане отпушивания очень хорошо может помочь вексовый инвокер, который с улучшенным ЕМП будет полностью опустошать вот этих ребят. Но проблема в том, что они будут просто подходить под Тауэр, ставить Змеек и с Крипами танковать, и с Волками. А ты там ману им выжигай, не выжигай. То есть это особо не поможет. Посмотрим. И больше по факту-то и нечем отбиваться. Окей, инвокер даст Торнадо ЕМП и ЦМ-ка Кристалнову. Вот тут все, что можно сделать. Да, да, согласен. Особо ничего такого суперкрутого не видно. Хотя, если получится вдруг у Мимов собрать пару быстрых даггеров на Аксе и на Слардаре, то тогда будут проблемы уже у Фнатиков. Да, это в корню сможет перевернуть игру. Да, потому что два этих товарища в миле рейнже, они просто невероятно эффективны. Я вот уже говорил по поводу Слардара. А ты уже пролайкал на его Слардара? Да, я же, конечно, первым делом зашел на Steam. В эту мастерскую там поставил лайк. Он, кстати, на главной мастерской Steam'а сейчас висит. То есть, когда вы заходите в доту, то у вас там есть несколько иконок внизу из мастерской. Так вот, там шапка и жабры вроде бы, ну, точнее, плавники. Показаны это, да, это именно из моего Сета на Слардар. Как моего, да, делал другой человек, но мы с ним его делали чуть ли не два месяца. Фактически с момента релиза Жука я, ну, познакомился с этим товарищем. Crown Tail его зовут, ну, его никнейм, да. И мы с ним очень-очень долго работали над Слардарочком. Надеюсь, вам понравилось. Если вы еще не видели, то посмотрите. Как скоро ожидать? В лошепе? Хрен его знает, это уже от Вольво зависит. А, там они еще не приняли, в смысле? Да, причем Вольво, они такие хитрые. Суть в чем, мы хотели добавить кучу новых фишек. Там, например, мы изменили немного анимацию во время спринта. И изменим чуть больше, если нам дадут зеленый свет Вольво. Вообще, хотели поменять очень много всяких фишек, но в связи с тем, что их, скорее всего, будет нереально добавить в доту, ну, или очень сложно, то мы решили особо не задротничать в этом плане. Так что это, скажем, упрощенная версия у нас Слардарочка там. Но спринт будет другой несколько. То есть будут такие, сейчас покажу, какие-то, типа, волночки от Слардара эти. Но у него сейчас какая-то анимация, по-моему, от этого, от одного из гребешков, что ли, вот когда он включается перед текущим фишек. Из лампочки во лбу у него вот это, да, такой, трасса такая одна торчит. Есть такое. Да, мы сделаем, точнее, сделали уже, что из самих плавников такие несколько маленьких шлейфов идут. Другого цвета несколько. То есть и там сейчас дорабатывает Автомедик на данный момент. Тот, который, кстати, делал, кажется, партиклы для Пуджа, вот этого, который от Дата Синема. Ага, понял, понял. Так что у нас там серьезная команда работала над этим сетом. Главное, чтобы в итоге реализовали потом. Ну, в смысле, то, что вышел этот сет, а то бывает. Люди стараются делать дел месяцами. Потом я слышал парочку людей, там, авторов. Ну, конечно, всякое бывает. Тут же никто не спорит. Но это уже личное дело Вольво. То есть мы-то постарались, да, там, по максимуму выложиться, да, сделать что-то действительно толковое. Если люди поддержат, да, люди там залайкают. Вот Нюкс, там, мы что-то 3,5 или 4 тысячи лайков тогда насобирали. А эти лайки зависят вообще от этого? Ну, конечно, конечно. Так что, я же говорю, мы на Нюксе тогда собрали, там, за неделю вроде бы, 4 тысячи лайков почти. Это было очень сильно. И, типа, Вольво почти сразу добавили тогда Жука. Если со Слардаром сейчас народ вот так же поддержит и пойдет сейчас пролайкает в мастерской, там, вещи по отдельности и сам сет, ну, типа, титульную сета, то, конечно, да, могут тоже добавить уже совсем-совсем скоро. Тем более на Слардаро вроде уже давненько ничего не было. А тут вы, ну, нормально, нормальный план. Да, да, маркетинг левел 90. У нас тут как раз Митюмейкеры сейчас заходят с Макея и найдут они, скорее всего, сейчас Хани. Хани встреет, Хани. Хани, GG, походу. Да, тут яд еще залетает, есть стан от Слардара, прибивают здесь потихоньку этого Жука, он ракопассирует. И неужели он уйдет, слушай? Акс горелку прокачает, да, все. Акс не качал ничего до последнего момента. Такой палач Акс у него, этот, шапочка такая палача. Миленько выглядит. Экзекционер или как там, ну да, палач, по-моему, переводится? Да, 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 да. Так, ну что ж, ладно, давайте, друзья, посмотрим, кто у нас там на ком играет. У нас Трикси, я так понимаю, стоит с офигительным никнеймом, за который нужно надавать ему по шапке. У нас будет просто неудачник, я думаю. Вилат любит называть лох, но я буду просто неудачник называть. Лич, Ханни в миде у нас стоит на Никс Ассасине, Ноутейл в лесу на Казе, один из профильных его героев, Эра фармит Аликантропию и Флай суппортит на Расте. У команды Митю Мейкерс пока что трипла у нас стоит в сложной, это Слардар, Дазл и Кристал Мейден, интересная, кстати, трипла. Так, и в миде Акс, Акс против Жука, Инвокер будет у нас типа фармить против Лича. Окей. Это очень интересная расстановка от мемов, на самом деле. Отправить Акса специально против Нюкса, то есть то ли это на фаст даггер, хотя он, в принципе, мне кажется, и на легкой линии стоял. С другой стороны, против Лича ему неприятно, я думаю, было бы с этими фростбластами. А Инвокер вроде как-то рейнджевой, против Лича, думаю, вполне неплохо будет стоять. Тем более, Экзист мы видим у нас класс экзортовский Инвокер все-таки. Ну, это для того, чтобы помогать в своей трипле, потому что трипла тут реально крайне экшеновая, очень много чем есть цеплять. Кстати, очень хороший бонус того, что этот трипла также еще и достаточно сейвовая, так как много станов и есть, естественно, шоугрейв. Точнее, не сейчас он есть, но будет когда-то. Значит, что будет очень сложно убить того же Слардара, и он может рисковать периодически. Ну да, но мимам сейчас, конечно, нужно очень активно играть. На первых минутах уже зарабатывать все какое-то преимущество. Убивать, конечно же, Ликантропа, убивать, я не знаю, всех убивать надо, потому что иначе где-то на левеле седьмом, наверное, когда соберут игроки, там на минуте это будет двадцатый, они будут собираться вместе. Просто вам спушат абсолютно все. И Инвокер куаз экзортовский, к сожалению, помочь ничем не сможет. Да, поэтому нужно гнобить вот на стадии зачетка всей этой тактики, чтобы герои, когда начнут подходить под ваши вышки, чтобы у вас уже было намного больше артефактов, и они были намного сильнее. Чтобы были больше лвла, и вообще, чтобы вы могли драться качественно в свою пользу против всей этой гапши, которая будет вам подходить. Так, у нас там Слардар за тапочком вроде бы заехал. Ну и пока что затишье у нас на топе. Несмотря на то, что тут такие ребята-агрессоры. Но Ликантроп просто не подходит. У Ликантропа один добитый крип свой, один чужой. И на этом все заканчивается. У нас в мид, правда, сейчас будет вылазка. Да, Акс тут пока мансит. Акс очень сильно пробил Хани. И Аксу главное выбрать правильное направление атаки. Точнее, не атаки, а убегание. Он правильно все делает. Агрит на себя Урсевича. Поджигает также Урсевича. Слоу от Козы. И могут быть проблемы сейчас у Акса. Могут быть серьезные проблемы. На топе в это время убивают Шадоу Шамана. Агибает. А я не знаю, каким образом там Раста встрял вообще. Я что-то тоже вот смотрю. Слишком далеко, видимо, вылезло. Да, он... Типа Ликантроп стоит под своей вышкой фуловой. Вот в чем проблема. То есть это не то, что били Ликантропа и Расту там заживало где-то. Под Славдара. Подставился, может быть, под Крита. Крит выиграть себе дорожку, смотреть через леса и... А, кстати, да. Скорее всего, так и было. Вот, действительно. И не обратил внимания. Вот эта самая дорожка. Хитрый Крит. Вообще хитрюга, ну. Ну, поймал раз ту бедняжку. Ну, терпит сейчас два дабла у фнатиков. Трипло это назвать сложно, потому что инчатроспека в чужих лесах с первого же уровня. Очень-очень тяжело приходится Эре. Одного крипа всего лишь смог забрать. Да, конечно, Ликантроп тут очень сильно не добирает. Спасает только то, что у Ликантропа в любом случае, если его отпустят, он за счет там волков, хауля и какой-то Раста с вардами сможет снести пару вышек и хоть что-то там подзаработает. Но все равно, Ликан без айтемов — это хреновый герой. Это письма. Да, это не какая-то там аквапа, которая может залететь и всех раскидать, имея тапок у себя в инвентаре. То есть тут все намного сложнее. И если получится у Митюмейкерс выдержать вот такой темп, то они могут неплохо себе... Старайк пришел, кричит на меня через стекло. Ты мешаешь спать? Да, то есть Митюмейкерс реально, если они сейчас не дадут Ликану ничего выформить, у них есть неплохие шансы на то, чтобы качественно выйти в мид-гейм. А Ликан понимает, что ему ничего не светит, и он уходит в леса со своими волками. Хороший ганг от Крита, смотри, вниз. Ай-яй-яй. Зацепить надо фростбайт, пробивай, экзист, пару ударов, давай ему в спину. Да-да-да. Прячется лич. Какая-то мова только что в Крита залетела. Так она левел третьего, ужас. Да, и маны нету на Санстрайк, вот в чем проблема. Тупо не было маны на Санстрайк. Это реально проблема. До конца до эйсом. У нас везде экшен, на всей карте просто. Ну, эйс, да, эйс, живучий такой персонаж. Говорят, Акс не так, что просто пробить. Да, ну вот вопреки всеобщему мнению того, что Акс вроде там жирный или еще что-то, он на самом деле не самый жирный герой на планете, потому что Слардар выглядит намного бронирования его со своими... Вот, например, левела, да, если сравнить. Акс левел 5, и у него 3 брони и 834 хп, да. Вот у Слардара, да, у него, конечно, пауэртретс. У него сейчас 682 хп на третьем уровне. Там, естественно, будет 700 с копеечками на пятом. Но брони у него 7. То есть он действительно намного более бронирован. Тут 30% сокращения физдэмэджа, а тут всего 17. Ну, Акса называют живучим, потому что он вертится, когда его... Да, 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 то есть это себе дороже иногда бывает его идти убивать, вот в чем дело. То есть его убить нормально можно, он не такой уж и жирный, но если вы вдруг где-то что-то затянули, или если у вас против вас играет какой-то суперпертый Акс, то вы можете сами оттуда не уйти, и это уже действительно проблема. Ну, если правильно сейчас сделал крит, он ушел с триплы на топ-лейне, потому что забрать они никого не могут. В принципе, сейчас очень аккуратно играли там в Фнатике. Ну, кроме разве что в том, что Флай подставляется опять. Да ладно. Ну, Флай, Флай, Флай. Вот он Санстрайк, и отлично играет инвокер, собственно, как и его команда. Второй минус уже. Там в миде в это время пытаются убить Акса, и вот то, о чем мы и говорили. Вроде бы все хорошо, но атака затянулась. И Акс с ульты забирает у нас Инчу, и еще забрали двух питомцев Инчи, что не может не радовать инвокера. Акс у нас продолжает гнаться дальше, да, успевает он переагрить, и еще одна ультимативная способность от Эйса. Нюкс, наверное. Просто Эйржан подстойпил своими суммонами этого Нюкса, и все, и отдал его. Сейчас еще и сам отдастся. Да-да-да, так там сейчас еще у Акса есть ульта, да, кулдауна ведь нету, и стоит 60 маны на первом уровне, но это вообще смех. Отлично, отлично действует. Трипл килл боясь, это, конечно, шикарно. Да-да. Вот и все намеки на то, что будет собирать себе быстрый даггер. Вот быстрый даггер сейчас может как раз стать залогом успеха этой тактики. Мы с тобой говорили еще во время пиков на эту тему. И действительно, все пока идет именно к быстрому даггеру с лордарочкой. Не знаю, правда, через что будет собираться, будет ли это вангвард даггер или тоже сразу даггер. Но я думаю, мы это совсем скоро с вами узнаем, дорогие друзья. Смотри, смотри, тут Трикси пока. Точнее, неудачник. Нет, неудачник, не Трикси. Он свой замик, так-то просто его забрать. Но вот Эйс пытается сейчас как-то его замедлить, пойдем, через горелку. Да, горелка замакшенная. Там, в принципе, от этого мув слоу не зависит, но все равно гореть неприятно. У нас там поймали. Тем временем с лордара, флай, отлично убивает вновь флая, мумы. Да посмотри, и проблема, правда, у мини. Мини есть шеллоу грейв и просто убегает мини. Хотя за ним едут волки. Секунда до хила. Давай, давай, давай. Хорош. Отлично. Очень активно играет мимы, конечно, красавчики. Ну, тут на самом деле грязь, хочется сказать, дорогие друзья. Да. Тут просто грязь. Смотри, Акс фейзами. Есть замедление на Лича, пошли. Фростбайт будет. Но можно же и поймать ульту на развороте. Могут большие проблемы. Вот она ульта. Ульта уходит как раз в сторону. Акс успевает уйти из-под таура. Там Чейн Фрост. Я думал, сейчас еще и в Акса залетит и залетает. Боже мой, сколько летал этот Чейн Фрост там. По-моему, он вернулся, чтобы добить Акса. Он уходил, но обещал вернуться, да. Это, конечно, вообще тотальный провал. Ну и вот у нас Нюкс заходит на топ. Находит он Дазля. Копает его. И это минус Дазль. Так, хилл конечно приятный, но лучше бы Слардара забирали. Ну конечно лучше бы Слардара, но ты, блин, попробуй заковырять этого Слардара. Тысяча ХП. При живучем Дазля еще с Греевом. Да, там конечно Кулбан был на Грееве, но тем не менее. Ну подхилл и прочее. Да, все равно, все равно очень неприятно подхилл и все эти пробивать как-то. Так, Акс у нас возвращается на нижнюю линию. Там Раста и Лич. Он, кстати, может им попытаться объяснить. И не было у него Даггера, да, вот Фейзы он себе там прикупил. Акс выходит сзади, поджигает Лича. У Лича-то нет уже ультимативной способности. Да, у Фростбласт кричит не отъехался, но у Фростбласта. Отлично. Да. Еще один можно дать. Акс поджигает там, кстати, еще и Расту. И это минус Раста, однозначно. Должен погибать здесь Флай. Хотя нет, там подходит Жук. И Санстрайк отличнейший Санстрайк от Инвокера. И вот он супербыстрый Даггер у Слардара. Там еще Лич заныкался. Да, кстати, знают, что там находится Лич. ЦМка просто не выходит. ЦМка знает, что как только она выйдет, ее сразу же накроет. Ой, Лич Мансы. Тут Акс убивает тем временем Нюкс Ассасин. Слардар в это время минус Инча. Лич Манси. Да, Лича. Лич, Лич, Лич. Колдснэп это минус Лич. Кстати, хотел напомнить, что Инвокер, насколько я помню, да, по статистике, один из самых сильных персонажей для Экзиста. Так что, далее взять своего героя, скажем так. Да, неплохо, но не отыгрывай, да. Ну, видим, неплохо действительно выходит. 3-0-2. Где там Слардаршки? Вот оно. Слардаршки. Так, сейчас, секундочку, друзья. Мне нужно буквально... А, у меня тут кто-то подхимичил немного, да. У меня трэш олд в доте твоя стоит немного высоковато, поэтому могли слова как-то там глотаться. Да, ну, у Юникорна все тоже очень хорошо, главное ему сейчас тоже не останавливаться, и команда Фнатик тоже должна осознавать, что как только они придут дефить эту вышку, если они придут дефить, им придется драться, в любом случае. Что мы там с этим даггером просто так не будут тупить где-то, непонятно. Ну, по факту сейчас с Фнатиком, конечно, драться вообще нечем, абсолютно нечем. Разве что вот ульта Лича может как-то за месяц помочь, а остальное у них такие себе спеллы и такие себе лвла. Смотри, смотри, как опасно. Волки видят сейчас Эйса, а также видят Юникорна. По ворду пробегают. Эйс, Эйс, Эйс минус. Ой-ой-ой, как же он хорошо тут. Такая грязь. Ну, там на самом деле два пути было, куда можно было убежать. Нюкс выбрал неправильное решение. Ну, или может быть просто Акс супербыстрый такой. Не понятно. Не, ну там, да, может быть Акс просто там пытался размастить. Может, он даже не пытался ничего размастить. Может, он просто бежал, куда ему хотелось бежать. Правда, у нас там сейчас будет драка на топе. Слетает Смоук, Юникорн. Юникорн просто с блинка уходит, оставляет тут ЦМ-ку. Но оно и понятно, что у Крита шансов уйти отсюда не слишком много. Или, боже мой, как? Слушай, ты знал про эту нычку? Я не знал про эту нычку, я первый ее видел. Просто круто так вот обойти, вот так вот забежать в этот уголочек. Там туман войны работает, и его просто не было видно. Да, действительно, очень круто. Ну и тут мы видим, нападают на Расту. Сан-страйк очень быстрый минус. Вообще нереально четко действуют Митью Мейкерс сейчас. И они, я вижу, очень хотят принести Рарочек людям. И внизу еще Лич. Слардар, Даггер. Есть подача. Поличу Лич и под Фрост Армором, и под Минус Армором. Колд Снэп, это Минус Лич. Доминейтинг уже у Инвокера. Слардар тоже 3-0-5. Вау, просто вау. Шикарная игра, да, от Мин действительно. Они взяли свой пик агрессивный, они его реализовывают на все 100%. Фнатикам вообще ничего не дают сделать. Ну вот они сделали то, о чем мы с тобой еще во время стадии пиков говорили, когда игра еще толком не началась. Что им нужно загнобить до мидгейма своего врага. И у них это вроде пока получается делать. Правда сейчас мы видим очень агрессивный выход от Фнатиков в миде. Очень классно все сделали. Не хватило тут определенно Слардара. Думаю, там селедочка, может что-то и вышло. Суппорты слишком активно переиграли, что ли. Два суппорта на троих там пытались какие-то спеллы свои показать, на что они способны. В итоге уж поплатились. Без какого-то главного своего хардкерри или семикерри, тут драться просто бесполезно. Да, нужен какой-то инвокер с воргидами, с колдснэпом, просто для того, чтобы мешать постоянно людям. И Слардар со своим станом панику устраивать тоже не помешал бы. Вот мы видим Слардар уже с четвертым спринтом. Есть у него уже баш. Так, залетает санстрайк. Проверили, увидели то, что эра там пытается убить. Есть и даггер у Слардара, но он пока не идет врываться. Да, он еще и стан потратил, значит никуда не пойдет. Хорошо, Фнатихи, хотя боеги забирают. Гуляется и Владимир, также ликантроп хоть какие-то артефакты. Хотя, конечно, каковен говоря, слабовато. Слабовато пока для эры. Ну таки, что получается? То есть они один раз попробовали варды поставить на нижнюю сторону, там, на нижний тавр, не снесли его, и вторые варды отправились на Рошана. Вот максимум, что сделал у нас Флай за эти 13 минут, но в итоге снесли им два тавра. Пуш вообще не работает у них никак. Да, да, вроде бы есть там и Раста, и Коза, но все выглядит как-то очень-очень странно. Да, у нас там Radiant Scourier has been killed. А в Radiant Scourier был Юл. Ого. Экзистовский Юл. Три минуты без Юла. Это не критично, но это очень неприятно. Очень-очень неприятно. Ладно, если бы там хоть какие-то ингредиенты были, да, я там долетел бы последний ингредиент с рецептом, это полбеды, ты хоть какие-то плюшечки получаешь, а то так ты, по сути, две с лишним тысячи выкидываешь в никуда. Резервируешь панки под 0%. Да, 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 под 0% годовых. У нас тут залетают по очереди Ребзи. Да, есть Даггер Акс, есть Даггер Слардар, все, уже нужно залетать. Там Волк еще пробежался. Сейчас будет очень показательная драка, на самом деле, насколько стали мемы сильнее своих оппонентов. Сейчас посмотрим. Драка 5 на 5, и если сейчас выигрывают мемы, у Фнатика вообще не остается никаких шансов. Даггер Слардар Максит Экзорд, но он быстро опомнился. Следующим левелом уже класс 4 качал, уже 2 форди-то было. Конечно, эти Волки очень сильно напрягают, тут как ни крути, и гем Митю Мейкерсам очень сильно нужен, либо куча Сентреи, потому что Никс плюс Волки все это очень надоедает. Вот мы видим, Сентрик как раз и стоит, они прямо на Сентре-ворде и обитают. Да, 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 спалились. Что там есть? Сентрюлечка. Волки такие сильные сейчас, им вроде бы куча тычек дали, и так далее, они отхилились буквально 3 секунды. Да, там 15 хипаригенов в секунду, это очень-очень сильно. У нас там Никс буянит, убивает людей, и Никс покупает Даггер. Нормально, Ханни? По-моему, тут нормально у одного Ханни, у остальных не особо. Тут отличающие пока и Мекки нету, но Тейл Арканы, став Флай Арканой. То есть лава от артефакта. Угу. Но в Татике поняли, что Нутратс пока бесполезно, действительно очень сильные сейчас мимы, они решили перейти на другую сторону, и снести, может быть, где-то что-то, попытаться хотя бы. Вот прыгает Слардар, ловит Эру, там Санстрайк, Акс, Акс отлично, кстати, ворвался, минус Айгис, очень быстро разбираются. Стан, кстати, у Слардара сейчас уже будет, вот он тайминговый стан, правда там Раста, с Личом подошли, уже Чейн Фрост улетел в сторону, Юникорн вроде бы в относительной безопасности, есть еще Шлоу Грейв, и вот он он. Слардар, отлично, уходит. Отличный подхил, но тычка от Флая, как же она вообще туда долетела-то? Беда-беда, и Ейс еще не помогал своей команде, вообще никак он бегал с Аликантропа, под форму, это самое неблагодарное дело в данной ситуации. В итоге очень-очень много времени потратил, своей команде вообще никак не помог. Да, еще и мини здесь поймали, Инвокер, ну где же ты, Экзист? Просто бесполезный кусок. Как нечетко все сделали, миме. Да, вот было, конечно, круто, когда Инвокер там стилил с Санстрайками, но абсолютно не круто, когда дело дошло до драки, а Инвокер ничего не делает. Да, это реально косяк. Считаю, показательный момент сейчас был, то есть в Натике получается, драку-то выиграли, два в ноль, ну как два в один с учетом Аегиса, и снесли первый тавер, наконец. Сейчас можно рассредоточиться и сносить дальше. Ну и вот по деньгам сейчас у нас очень четко показано, что митюмейкерс, грамотно все делая, заработали себе преимущество в пять тысяч золота, но проворонили они его буквально за полторы минуты. И по опыту практически такая же ситуевина. У нас продолжает Никс бегать, не знаю, видели его или же нет. Цемка это просто фиш для Нюкса 644 хп, это вообще смешно. Да и Даззл тоже, вот Моноберн, тычка. О, это, это очень хреново, такого нельзя допускать, это реально серьезный косяк. Тут без, там, бросеров вообще ходить теперь противопоказано, потому что Ханни сейчас расформится просто как бешеный. Да, либо в пятером, либо действительно закупаться в плотность как-то. Тяжело сейчас уже начинают играть мимы. Вот один проигранный замес, видимо, и давит на мораль, на все остальное, потому что начинает как-то средоточенно бегать, хаотично по карте, не вместе опять-таки. Не могу за это платить, сейчас ладар один снизу, но ним уже пошла вылазка. Да, читают этот мув от героя команды MeteorMakers, да, парни из Фнатик, и ловят уникорна. Конечно, против Расты особо не попрешь. Раста с Даггером крайне сильный инициатор, если вы пытаетесь поймать кого-нибудь одного, даже Гангер лучше сказать. Да, кстати, призывает фонд нашего турнира уже 198,5 тысяч. Эй, я бы думал, есть ли это платить? Ну вот, продолжается у нас наризаторство, все, Никс пошел, пошел убивать людей, 5-2-5 уже у Хани, стата, и все очень-очень кисло для Митримейкерс, как бы мы не хвалили их в начале матча, сейчас это просто полный провал. Ой, смотри, как хорошо стоппер Челикантроп Экзиста, да ладно, и здесь фраг забрал, Хани. Да, замакшенный Моноберд у него уже очень высокий левел у Нюкса, 4 секунды кулдауна и множитель 5 интеллекта, то есть инвокер получил там чуть ли не на 500 демеджа, 2 подачи. Угу. Ну и ставятся вардетт натиков, но вот тот самый пуш теперь активизируется в полной своей красе, и как теперь сопротивляться мимам, непонятно. 2-2 замес они всего лишь отдали, еще парочка фрагов соло было, ну и вот. Там Никс очень сильно, мне кажется, задавил, вот эти вот минус дазл, минус цмка в каких-то непонятных местах, 2 даггера от Митьо Мейкерс уже, я не помню, когда последний раз использовались для атаки, потому что вот для чего они сейчас юзались. Якс, почему ты только что не прыгнул? Вардов у Раста уже нету, то есть боятся чайника Лича, ну так можно вообще не драться, можно ливнуть. Если уже одного мощного ульта нету, то ждать, когда второй потратят, это в принципе не слишком логично. Ну это уже в моральном плане называется мимо подавленный сейчас, он даже боятся траться 5 на 5, хотя до сих пор они должны быть немножечко сильнее своих оппонентов. Ну по деньгам мы видим, фнатики уже очень сильно перевернули, они уже выходят вперед, потихоньку 3000 у них преимущества имеется почти, по опыту они уже на 5000 впереди, и вот так буквально за пару минут фнатики из роли догоняющих переходят на пул позишн, скажем так. Так, Лордар у нас тут забегает с маке, на спринте. Вот такие очередные ганги устраиваете от ним, последние может такие ганги, но видим, что уже фнатики так не подставляются, они просто стараются держаться вместе. По таворам аккуратно очень играют, но очень опытная команда, конечно, в таких моментах они ошибок не делают. Вот там вылезает у нас Unicorn, не получилось заграгать. Огар-клапанин до сих пор висит, Слардар, минут, по-моему, 5-6 назад у него такой же закуп был, он просто ничего себе не покупал, умирал. Да, сейчас пошла ульта от Даззла, то есть можно попытаться подраться, уже очень-очень неплохой плюс армор идет, но мы видим, не идут в атаку ребята из команды Митимейкерс, причем поставили они вот вард, Сентрик, вообще непонятно, почему именно здесь, а не на дефолтном споте, где, собственно, стоит обсервер вражеский. Поставили бы уже где-то вот здесь этот Сентривард, чтобы он как-то вот так вот всю эту контору палил. Очень похоже на мисклик, чем на нормальный. Да, мне тоже кажется, что это скорее мисклик, нежели толковое дело. Так, у нас тут пошла жара, очень быстро выбивают флая, прыгает, правда, Никс. Да, Никс там на четыре сотки вваливает, Слардар прыгает у нас на Трикси, Трикси успевает закинуть Чейн Фрост, чайник у нас улетает сейчас по Дазлу, обратно прыгает на Юникорна, ну и Юникорн тут погибнет. Сейчас этот чайник и Юникорн это просто отдельная сага. Да, и Фнатики побеждают в замесе, уже три в два, но и плюс там есть шанс забрать также и мини, подталкивают Ханни. Там хосту, хосту подобрать надо. И без нее, наверное. Слишком узкий проход, негде маневрировать от Мфейла. А, Эйс, Эйс, бежать! Я смотрю, ты тоже решил подставиться или вернуться там в драку. Потому что он тоже хосту увидел, соблазнился. Да, Лёш, 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 вроде начинает хорошо, очень быстро они флайер разобрали, но потом этот Чейн Фрост, конечно, все испортил. Да, нету большого количества суммонов этих ребят, в отличие от тех же фнатиков, там и волки, и какие-то еще могут быть питомцы-козы, в которых бы улетал этот Чейн Фрост. По сути, могут быть максимально это два форги, но и то они не всегда присутствуют. Да, ну и весь демидж от Чейн Фроста как раз между Дазлом и Славдаром поделился. Да, ну и смотри, заходит на Рошана сейчас в Фнатике, спокойненько должны они его забирать, не уверен, что митюмейкер смогут оказать достойное сопротивление в этой ситуации. Стремятся уж, кстати, под Вардом сейчас будет проюзан Смог, да. Прямо вот на Варде, Здесь можно их встречать в Настиком, на самом деле, на своем ХГ, аккуратненько с Вардами. А возможно, они так сейчас и будут делать, возможно, сейчас станут, попытаются принять вот этот вот узкий проход, но нет, видимо, они уходят под свою Тир-2-вышечку и решили сыграть более защитно. Возможно, там 15 секунд всего осталось до ульта у Лича, так что всякое может быть. Это самонадеянная сейчас, на самом деле, атака от мимов на Рошана, потому что Синий сейчас находится очень-очень близко и можно от Фнатиков-то встрять, если хорошо Нюхс ворвется и так далее. Да, там и Волки еще, понятное дело, все стоят, мониторят, они это тоже должны прекрасно понимать, Центриков они опять натыкали на проходы вместо того, чтобы воткнуть просто под собой для того, чтобы ликвидировать разведку, возможно. Ну и боятся обе команды сейчас. Ну, просто раз первые пошли Фнатики, они долго держаться не смогли в таком пассивном стиле. Так, ну продолжают они тут харасить вышечку в миде. Я имею в виду мидимейкер, спрыгает Раста, отлично, ловит Экзиста. И Никс хорошо залетел, заимпелил Юникорна и Эйса. Проблемы тому Экзиста, хотя нет, он кажется выживает, уносит чайник к Дазлу в гости и кажется, Экзиста сейчас должен погибать. Или нет? Там Эра всех грызет, да, минусует инвокер, уже минус 3 в исполнении Фнатик, ну и погоня дальше. Ну, Никс, конечно, против инвокера очень-очень сильно выглядит. У нас какой-то телепорт, да, вот мини так и остался висеть. Причем, это было видно игрокам, они тоже помигали, что за фигня. Это портал другой игру, давай, Тота 3. Да, Тота 3. Half-Life 3 тогда уже. Тота 3, да. Раз на то пошло. Квест, квест был пройден. Да, черная проиграна драка от мемов, и Фнатики идут к своей победе, фактически. Они сейчас будут спасти Тауэр за Тауэром. Страшен, они так и не тронули потом, после выигранного замеса. На отходе видимо будут его забирать. в этой игре, я вот смотрю, Никс выглядит нереально качественно против инвокера, в частности, невероятный демедж выдает. Оно, в принципе, и понятно, это же Никс, он же рассчитан на это. Я имею ввиду, что эффективность этого жука действительно крайне высока. Не, Самхань, да, очень раз подыграл, и его вот эти соло-фраги такие нужные для команды Фнатика, они были к месту действительно. Да, и вот видим сейчас повторный заход от Фнатиков на Рошана. Слардара в этот раз успели прогнать для того, чтобы тот пошел на базу регениться и сами потихоньку начинают запиливать этого камнеголового товарища. Но мембы не хотят его оставлять, смотри, под смоком аккуратненько и Эйс будет ли врываться? Должны врываться, залетает Акс, немного, немного с Агром переждал, что ли, но тут Нотейл у нас должен погибать, нет, Нотейл просто уезжает за Рошанчика, там Некрачи бегают, от Некрача погибает у нас Акс, погибает у нас также Инвокер и погибать у нас будет сейчас Минни, судя по всему, да. Грейф он, кстати, так и не успел потратить, вот решил все-таки Не дотянулся просто своих тиммейтов, да. Ну и сейчас два саппорта тоже будут умирать. Ну и после такого замеса уж точно можно взять ГГ. Это уже, по-моему, четвертая или пятая драка подряд, для Фнатики выигрывает ну просто салам. Согласен, согласен. И по деньгам там уже идет просто нереальный перевес. Если даже обратить внимание на графу событий, да, внизу, которые, точечки, то последние вещи, которые получилось провернуть ум умов, это Слардар убивает у нас Лича и там Инвокер убивает Шадоу Шамана. Это было там на 23-й минуте, 3 минуты назад. Но до этого Эйс забрал вышку на 14-й минуте, то есть это было 12 минут назад. Так что Митюмейкерс очень-очень сильно приспустили темп за вот последние 10-15 минут. Мы видим, как они начали действительно офигенно на той же графе событий. Все это очень четко показано, да, но вот в этот момент конкретно на 13-й минуте, на 14-й точнее, все прекратилось и они сразу начали сдавать позиции. Как вот на графиках это очень четко видно и по деньгам, и по опыту, естественно. Для команды, конечно, сильный удар, то есть вы вроде как начинаете играть, у вас в верли-гейме все получается, ганг за гангом, просто, я не знаю, разрыв по счету над вашим оппонентом 10 киллов уже исчисляется на минуте 8-й, все вроде бы здорово, и вдруг вы проигрываете замес 5 на 5. Такие, опа, в моральном плане сразу. Да, вроде мы ведь должны же победить, но как же, но я же, и вот это, да, с бутылкой там за столом. Да, 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 да. Так же мемы просто потом уже вот после этого момента ничего не смогли сделать, абсолютно. Да, Якс очень хорошо начал, и Дагера быстрые там появились, правда, мне кажется, не хватило немного агрессии, да, очень классно, до 14 минуты агрессировали, потом угасли самую малость Метеомейкерс, и они уже, скорее всего, проиграют в этом матче, так как Ликантроп, да и вообще остальные герои достаточно сильны. Нас там Слардара поймали, тут БКБши, БКБши собрал Книгкорп, ну и, в принципе, все, по идее. Соврал он БКБ, и на этом его игра будет закончена, сейчас. Вообще демиджи не носит, абсолютно. Да. Ну, правда, там Инвокер неплохо, вроде бы, Метеоритом надамажил, но мы видим, какие красные сейчас ребята из Метеомейкерс уходят, и Мини, и Юникорн, все на лоу-хп, все ориентируются на базу, Эра там. Ну, там, Экзист от него, просто Форстапом на хгшечку забрался, и, ну, Вера на нее смотрит, смотрит, а забрать не может. Надо было ему еще факи потыкать сверху оттуда, во время телепорта как раз. Ну, что падает Эдва Тавр, ну и будет ли сейчас заход на хг, или, может быть, еще пофармить чуть-чуть? Да не, я думаю, сейчас уже будут спокойненько заходить, там, через Хауль, Хауль пока в кулдауне. Юникорн борьбался, конечно, дал Amplify Damage, но бить пока нечем, но Тейл у нас без крипов, может быть, только пупить противника, минус Дазл. Ханни там просто залетел и четвертовал Дазля. Ханни, конечно, пицца. Ну вот он, Ханни подходит, еще есть там у нас Моноберн, очень-очень больно залетает Моноберн от Ханни, что получилось убедить Enchantress в результате вот этого вот поджима. Ханни ныряет, промахнулся. 485 Моноберн, 485 по инвокеру с кулдауном в 4 секунды. Сильно. Слардар, кстати, гоняется у нас за лечом, да, и ведь убивает он этого товарища. Акс ныряет, но, слушай, есть шанс убить здесь загулявших немного игроков команды Фнатик. Ханни, отличный МПЛ. Хекст тоже был неплохой у нас от Расты. Эйс, Эйс буквально КП на одну тычку, прыгает Юникорн, его тут ловят и сразу же разбирают. Фнатики, конечно, размансили, что-нибудь такие герои, способствующие к этому. Угу. Ну, в любом случае, да, ММИ тоже неплохо вроде начинали. Слардар влетал, даже наличие фраг сделали. И эйс потом двоих стенов, но вот дэмэджа не хватает все равно. Там уже видно, как Слардар вроде бы с руки бьет, но дэмэджа вообще не вносит. Абсолютно. Ну, это же Слардар, он такой инициатор, да, станер туда-сюда, пулеприемник в некотором роде. Но он не дэмэдж-дилер, как ни крути. Он может помочь твоей команде вносить нереальный урон, но сам по себе он этим не занимается, да, только в некоторых случаях, когда он действительно оверфарм. Да, ну и... Я уже графики открываю, да, каждую минуту, и зрители понимают, насколько быстро фнатики отрываются, и насколько все плачевно для команды Митюмейкерс. Разносит их прямо на своей же базе, уже ГГВП. Да, ГГВП, тут все достаточно просто. Что можно сказать? Игра была интересная, интересная тем, что четко были видны моменты, когда побеждала одна команда, когда она ошиблась, и когда начала побеждать другая команда. Это мне всегда очень нравится, то, что можно разобрать все по полочкам, и выглядит все действительно очень качественно. Ну что ж, друзья, первая каточка у нас подошла к концу, буквально через несколько мгновений нам выведут результаты по турнировной таблице, но сказать можно одно, то, что фнатики выходят вперед по отношению к команде Мим, так как у них была одинаковая стата 3-3, так что фнатики сейчас могут себя чувствовать немножко совсем увереннее. Но у нас впереди еще там три игры, две из них сейчас будут с участием команды Релакс, так что готовьте узбогаительное, и сейчас будем узбогаиваться или кого-то там будут узбогаивать. Так, ну вот она стата по киллам, видим Хани 11 фрагов от Нюкса, вот вам и Никс, Никс, Никс. Гиперактивный Хани, конечно, молодец, очень жесткий такой жучара получился. Ну, в принципе, да, вот он дэмэдж, тут тоже у нас Хани отличился, 15600 урона, дальше идет 14000 Ликантроп, 12000 инвокер, но вот то, что Никс внес дэмэджа больше, чем инвокер, это уже весьма интересно. Да, чем Ликантроп, это тоже действительно на самом деле круто. Да, согласен, согласен. Да, вот, собственно, Хани и сравнение его с мидером команды Митюмейкерс. Так что любопытные циферки. И положение по турниру, так как я и говорил, 4-3 счет становится у Фнатиков, Митюмейкерс 3-4, остаются они позади на 11-й строчке, Фнатики потихонечку пробираются чуть-чуть выше, но у Фнатиков уже тоже очень много поражений, целых 3, пора бы прекращать им, наверное, такими вещами. С такими количеством поражений, конечно, себе пытаться обеспечивать слот на ланах. Не пойдет, не пойдет так, надо не проигрывать больше. Да, ну что ж, друзья, у нас небольшая рекламно-музыкальная пауза, после которой мы вернемся на второй матч, там, релакс против, я уже не помню, кого, против Сигмы, вот мне подсказывают, да. Релакс против Сигмы, никуда не разбегайтесь, увидимся с вами совсем-совсем скоро. В 2014 году StarLadder TV представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Dota 2. В девятом сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы StarLadder добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке. В онлайн-части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча. Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд. С 17 по 20 апреля в Киев киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки. Абсолютно все матчи лиги в Dota 2.TV для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий SLTV и Beyond the Summit. Как и прежде призовой фонд финала определяют зрители лиги и фанаты команд. Стартовая сумма призового фонда 80 тысяч долларов. Каждый купленный билет добавит в копилку призеров 2,5 доллара. Смотри матчи в Dota 2.TV на 5 языках. Поддержи любимый турнир и команды. Стартовая сумма мы делаем хорошую работу покупать тикеты. Хотите следить нашему команду на Старладдере. Вы можете следить и поддержать мою команду через Старладдер и покупать старладдер в Dota 2. Если вы купите тикеты то цена будет увеличена и деньги в моем доме. Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой Старладдер.TV Напишем новую историю Дота 2.Сцены вместе. А ты купил билеты на Старладдер? Покупай билет черепаха.